Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга приорудована из Иисуса Сына Сеарахова. 19 глава 1 стих. Книга не каноническая, но ее признавали Святые Отцы, и колонию утвердили и Вселенские Соборы. Ни во что ставящее малое, мало по малу придет в упадок. Который считает, он думает, как малое ставить, как большое определить. А это касается каждого человека и малого ребенка. Я на эти стихи не нашел пропути нигде, ни в святых отцов, не знаю почему. Поэтому трудно далось это, я все эти дни просил и боялся. Потому что высокое насчастство, приходится говорить и что-то где-то как-то. Поэтому перед Богом попрошу молиться, чтобы все приняли, как Слово Божие говорит Бог. В первую очередь я решил узнать, а что такое малое и что такое большое в очах Божьих. Мы по-человечески что судим большое, в очах Божьих ничтожны и написаны легче, все вместе взятые, легче пустоты люди. Соломон имел такое царство, такие сокровища, о которых сегодня даже подозревать мы не можем. И в конце сказал, все суета, сует, все суета, суета, то есть бесполезное мечтание. Третья книга царств, 8 глава 63 стих. Был построен храм. По проекту, который Бог показал, как показано было тебе на горе. Кажется, все должен был сделать так. Но когда начинаем мы исследовать, то видим, что многое было сделано не по повелению Божию. Написано определенное и четкое. Ничто нечистое не должно быть в храме. Он делает статуи львов, озеро, море, медное на балах. Не сделал никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и ниже земли. Он делает виноград, то есть много что сделано. Вопрос неправославный. Люди говорят, а вы вот все иконы повесили. Где это повеление? Доброе дело без повеления делается. Нас интересует, как Господь Бог, наш Бог, который сотворил вселенную, посмотрел на это. И написано, служили священники люди великие. Но облако, слава Божия, сошла и наполнила весь храм, и никто не мог стоять. Не откадило, сам Господь сошел. Значит, это было угодно Богу. И Соломон принес жертву. Ну, если ты бедный, вместо барана можешь принести в жертву голубя. Было написано, вообразите, если воображение есть. Он принес 22 тысячи крупного скота. Это, если, кто знает, мясо возится, баркетаны. Даже один или две рядом забитые скотины, и то уже надо думать, куда мясо. 22 тысячи таких мясокомбинатов никогда не было. И еще из 120 тысяч мелкого скота. То есть бараны, овцы, козы. 22 тысячи. Это невероятно. Что это? Каждый баран, каждая овца указывала на жертву, которая поможет освободиться. Это был только навек на жертву Иисуса Христа. И все это оказалось ничтожным и малым. Христос умер за грехи людей. Понятия о грехе у людей отсутствуют сегодня. Ну, я не пью, не курю, не ворую. И все. Мы все дети Адама и Евы. Грех первородный перешел во всех. Как это так? Я очень много разговаривал с мусульманами. Две тысячи шестьсот человек на беседе были. Мы встречались только в прошлом году. Две тысячи шестьсот. И ни один не считал свою книгу, которая вместо Библии у них называется. Грех не понимает. То я буду просить, и Бог просит. Не может Бог просить. Как так? Да, Боже всемогущий. Не может. Это не его свойство. Кремлинам 6 глава 23. Говорит. Возмездие за грех смерть. За грех Адам. Ну, что он сделал? Это они не воровали ничего. Ну, один плод съели. Убыло там. А сегодня в статусы доброму человеку залезло. Он сказал, давайте накладу больше еще с тобой. Неси другим ребятишкам. Но за это уже умерло свыше 100 миллиардов людей. Мы должны настроиться на то, как Господь говорит. Жертвы Христа достаточно. Если было бы миллион галактик, и везде были бы люди разумные, хватило бы жертвы. Об этом говорит апостол Павел. Слово «мало по малу» встречается в Библии канонической 17 раз всего. Поэтому я коснусь, где мы должны заботиться и мало по малу не растерять. Бог дает каждому. Сегодня уже доказано, сверх доказано. 100% нашего разума не направлено. От трех до пяти процентов пользуемся. 95% не востребовано у большинства людей. 95%. А так какими мы могли бы быть? Не завидовать никому, а трудиться и учиться. Я делаю примеры, которые всем известны. Чем занимаются ваши дети? Лето наступило. Играть, бабушки с дедушкой отправить на село, на дачу. Я разговаривал много с евреями. Они это не делают. В это время им все занимаются. Отдохнул один день, хватит. Почему? Программа. Ты будешь управлять миром. Это сегодня стоит. Это они не скрывают. Мы призваны, чтобы быть в царстве небесном. Мало или не мало. И мы мало по мало растеряем все. Кто ставит ни во что, ставит. В конце концов придет в упадок. Упадет. Упадет. Я коснусь не только государственных вопросов, на которые нет разрешения. Но самое главное церковное. Сегодня везде идут жалобы. Спрашивается. Человек думает покреститься как? Крещения практически нет. А почему? Не я говорю. Я этой теме посвятил 14 лет. Выбрал все из святых отцов. Чтобы из златоуста найти 6 фраз. Примерно сказать о крещении. Мне пришлось 12 томов на 6 раз промелотить. Слово крещение переводится одинаково на всех языках мира. По гружении я. И сейчас в интернете выставили определенно. В каждом храме как крестят. Никак. Ладошки мокрые обмахнул. По лбу провел. Все крещены. Три условия нужны для крещения. Первое. Поверить, что ты погибший окончательно навсегда. Второе. Поверить, что до нас убил Христос. И обещать ему доброй совестью. Жить для него. И должен получить крещение от священника. Законно руковоположенного и незапрещенного. И третье условие. Это должно быть бесплатно. Мамона. Это симония. Смертный грех. И того, кто берет и кто платит за таинство. И о крещении патриарх Алексей II говорил. До чего мы дошли? Каких бандитов мы принимали в церковь? Я покажу, где написано. Все у меня выделено. Что даже за крещение берут деньги. А теперь добровольное прошедшее время. И уже так установили. Полторы тысячи крещения дальше. А если полное хотите, пять тысяч. Чтобы в воду погрузить. Но явное дело, что идет речь не о крещении, а о мамоне. Это мало? В конце концов мало по мало растеряли. В Греции почему наши учителя не так? Войны из Тенецки. Лука. Вот этих мощеных он ни за что считал. Никакого перекрещивания нет. Вы были обмануты. Едут люди на Афон. Я посылаю. Идите туда. Они вводят в море и крестят как положено. Может ли поправиться с этим архиереем? Начинать с того, крещеные ли сами они? Священники крещеные ли? Как это непросто. Мало по мало растеряли все. Все везде заменил мамон. Не можете служить Богу и мамоне. И дальше растеряли и упали. Над нами все смеются. Почему Бог требует десятину? Неужели непонятно? Это от Бога. Я впервые прочитал у Иоанна Златоуста. Он объясняет, что это означает. 40 дней, 7 недель. Великий пост, 69 апостольское правило. Он определенно говорит. Ну я это знал. Мы постились. Но оказывается десятина. В субботу и воскресенье не считаются постными. Разрешается растительное масло. Семью 5. 5 дней остается без субботы воскресенья. 5, 7 недель. 35. Одна только суббота постная перед Пасхой. 36. С вечера на утро 36 с половиной. 365 дней. С точностью до часа. Вот в чем дело-то. Нам она не принадлежит. Десятина. И поэтому Господь говорит. Не потому, что вы жадно не отдаете. А обокрали меня. Вторая и третья глава пророка монахии. Когда считаешь и первый раз думаешь. Мы то ли слепые не видим. Господь. Хочешь быть благословенным. Отдай мою десятину. Я благословлю отверстие неба. У вас все будет. Это Бог обещает. Платят десятину нет. Наши люди поехали в Грецию. Священник эту десятину не берет. Он понимает. Что посторонние. Вот эти. За машины. За все освящение. Сто раз больше получат. Мы можем это мало-помалу растерянно вернуть. Не можем. Почему нет членства церкви. Любой кто зашел. Священник с чашей стоит и кричит. Кто не причищался. Этого никогда не было. Наоборот. Трижды. О чем говорится. И лица отношенные. Тщательно проверить. Кто ты. И как ты попал сюда. Еще дважды двери. Двери. Объяснение. Скрижать. Определенно говорит об этом. Симеон Солумский говорит. Диакон обязан пройти по храму. И проверить. Нет чужого. Если ты больше года в храме ни разу не был. А на самом деле два-три воскресенья не было. Без значительной причины. Ты уже исключенный стороны церкви. Можно ли это вернуть назад. Нас мало. Но мы показали. Можно. Определенная щетка. Безбороды. Город проклятия. Ирихон идите. Давид не хуже нас это понимал. Я вам напоминаю. Когда с насильничали на дочери Якова. Диной. Она была вещеще. Это Ветхом Завете. В Новом Завете случится такое насилие. Точно так же. Это уголовная статья. Но когда над Давидами и слугами насмеялись. Полбороды обрели. Давид не пустил в земное Иерусалим. А отправил в город проклятие. Ирихон. Ирихон до коренья отрастут города. Сегодня этих безбородок-то послать туда. Тут половину из алтаря вытряхать надо. Почему мы не меряем все мерками Господними. Ведь ничего не надо добавлять. Кроме того, что уже нам Слово Божие дает. Считаем. Считаем. Четвертый. Так. Исход. 22. 22. 17. Итак. Мало или великое. Господь говорит. Ты должен исследовать. Определенно и четко. Да помилует нас Господь. Пророк Исаия об этом говорит. Малое стадо. Это мы. Мы должны быть светом для всего мира. Я поставил себе вопрос до конца исследовать. Почему люди отошли от церкви. Секты. Мартилина Люкера началось. Их уже сегодня 670 миллионов. А православных же 300 нет. Почему проповедь. Из богослужения. Одна десятина принадлежит Богу. Одна. А остальное людям. Сегодня видно не предупредили. Считают. Деяние апостола даже не расслышал. Спиной к народу. Кому послание. Мы в Греции когда побыли увидели. Как считать. Лицом к народу. Чтобы понятно было. Письмо к нам пришло. Трудно это повернуть. Нетрудно. Это в руках кого-то, кто считает. Мы должны запомнить. Данное нам. Если мы не сможем вернуть на место. Бог строго здесь. Вот у нас написано. Ты оставил меня. Говорит Господь. И я. Потому. Прострою на тебя руку мою. И погублю тебя. Я устал миловать. Устал. Что вас обманывают. Прощает священник. Феофан Затворник говорит. Священник говорит. Я прощаю. А Бог говорит. Я не прощаю. Что будет на небе утверждено. Без поста. Без всего. В церкви есть только отлучение. Жена сделала аборт. Один аборт. Правило Василия Великого второго. Его никто не отменял. Десять лет отлучения. Десять лет. Нас. Почему это все обходит. Мало по малу. Потеряли полностью. Книгу. Которая называется. Книга правил. Я посвятил этой теме. Три года. 719 действующих правил. Из них 413. Ежедневно. Целенаправленно. Попираются в церкви. А можно сделать. Мы показали. Ни одного правила не будет. Собрались как-то священники. И решили меня обречить. А вы тоже. Нарушаете. Я говорю. И какое же. Написано. С евреями нельзя быть в кочме. Вместе. А я не хожу по кочмам. Никак. Кусок хлеба мы с батюшкой купили. Батон. Снег обмахнули и поели. Но. А написано. С евреями в бане нельзя быть. А я вообще в баню чужую не хожу. То есть. Искали. Искали. Ничего не нашли. Развели руками. Повторяю. Это с Богом. Делается все так легко. И по форме одеты люди. И не пропускается богослужение. Повторяю. О малом и великом говорится определенная щетка. 11 глава Исаия. Определенная говорит о том, что придет время, когда руководить будет малое дитя. Когда волк будет с ягненком. Бас будет вместе с теленком. И водить будет на пастбище малое дитя. Речь идет, конечно, о духовном. В духовном дети почему-то быстрее принимаются, чем зарослые. И так. На сегодняшний день. Мы просчитаем Луки 12-32. Иоанна 5-35. Деяние 11-26. Если мы в страхе Божьем приблизимся к этому. Начнем заботиться, чтобы войти. Да я хожу в храм. Э, нет. Не на скамейке сидеть. Это жизнь наша. И Павел так говорит, бегите, чтобы получить. Почему у священников профессиональные болезни вены стоят на месте? Господь говорит определенно и четко. Последний наказ самый важный, когда хозяин уходит. Не позаботьтесь о скотине, чтобы вовремя напоить. Господь говорит, итак, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16-15. Другого нет. Пошли они. Иоанн Затауз говорит, я ничего один не успею, если вы Словом и не понесете дальше. Но это, кажется, только архиереев касается. Доходили до этого. Священники не имели права проповедовать. Наконец, отвоевали. Проповедуют. А кто вам разрешил? В первую очередь, Бог разрешил и архиерей. Который для нас как отец родной. Как мы считаем дар Божий. Что у нас было с тем архиереем. И сколько было клевет, и все исчезло, как никогда не было. Мы надеемся на Бога. Деяния, повторяю, 19-26. Откровение 6-11. И 20-я глава, 3-й стих. Чтобы не затягивать, мне сказали, недолго было сказано. Итак, малое то, что мы теряем. Мы должны учиться и Слово Божие. Так, в первом месте любовь. Ну, а как узнать? Люблю я Слово Божие от Христа. Господь говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. С православными поговорите. Кто когда в последний раз читал Библию? Когда с детьми ей занимались? Мы нисколько не лучше мусульман. 2600 человек передо мной прошло, и ни один свою книгу Коран не считал. Как мы перед Богом предстанем? Иоанн Анатолус говорит, ты не считаешь Библию. Не считая ее, ты не знаешь законы Его. Не зная законы Божие, ты по неволе нарушаешь их. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. А это немалое дело. В этом мире остаться неоскверненным. Что делается в школах, мы видим, вот в Казани. Зашел ученик, учившийся там, и расстрелял их. Сейчас выставили, я никогда не знал, что в России по 30 человек расстреливали. Учеников приходили своих же. Сейчас целая плеяда идет, показывает сколько. Вот это дистанционное обучение может как раз есть. Не развращайте детей своих. Ну, много ли это значится, если она вышла, она не девушка? Закон гласил, приведите в дом отца и убейте. Живой ее уже не выпускать. А почему? Тебе не надо вопрос задавать, почему. Господь сказал. Вот мы говорим, правила, закон, а на соборах было по 430 епископов. Не надо говорить, отменили. Вторая, второй пункт, вторая глава, скажем так, 6-го сиренского собора говорит. И сие правила изрекли святые трубы Духа Божия. И поэтому к ним прикасаться никак попало. Я читаю, Папа Лем заботится о себе. Молится у гробницы Петра Апостола. Прости меня, скоро вы хотите из жизни. Прости. И в руки являются, он и говорит. Услышал Господь молитву твою? Все прощено, кроме одного греха. Как одного? Особним грехом можно войти? Невозможно, ничто нечистое не войдет. Как же так? Я же с детства Богу служил. Господь спросит тебя, кого ты рукополагал? Как Златоус говорит. Вместо есть служитель поворок на нору полагали. Проверь их. И не бойся лишних убрать. И он так и дрогнул. Как я теперь узнаю? А это твоя забота. Я спрашиваю, храм пришел нигде там в Барнауле. Сколько вещаний было? 504. А сколько живут вместе? Понятия не имею. А я знаю статистику. После бракосочетания в первые 4 года развод в 84,6%. 84 семьи. И чужая дядя воспитывает детей будет? Нам не надо удивляться этому. Это мы-то посеяли. Мы растеряли мало-помалу. Спрашиваешь, во сколько встают? По-разному. Я знаю не в одно время. Я не знаю, почему мне Господь указал. Подъем всегда в 4,40. Я потом только нашел у матери Терезы. Тысячи помощников. 4,40. Я не могу объяснить эту цифру. За ней что-то кроется. Не смотри ни на воскресенья, ни на что в одно время. Давыд говорит, встану рано. Предваряю рассвет и взываю. А не так, что глаза продирают, когда уже все птицы проснулись. Это не мало-помалу. Вы знаете, дьявол, сатана, отдаст глаз Антихристу. И он будет мысленно воскрешать, обольщать людей. На самом деле ничего нет. Но есть только одно чудо, которое сатана даже не покушается. Давид это знал. И говорит, устроил хвалу из уст грудных детей, дабы постромить врага и мстителя. Сатана не может этого сделать. Научите детей славить Бога. Всегда, где бы они ни были. Не жалуются друг на друга. Я знаю. Сестра стоит, знает эти. Она неправославная и больная. Горбатая. И сын такой же. Побегает. Прибежит к матери. Мама, давай помолимся. Проходит какое-то время, они оба умирают. Об этом Кисляков архимандрит спиридон много пишет. Я был, не послушай. Забегаю в комнату, а мама молится до коленев. Почему у тебя сын безбожий? Она плачет и жалуется. Вот совершенно не слушается. И я упаду рядом с мамой плачем. Когда дети видели вас плащущими, молящимися о них. Я говорю, мало по малу. И что? И в конце концов определенно говорит, что и придут в упадок. На нас на всех возложена великая миссия. Понести слово Христово и истину о Господе. Если написано 6-й Вселенский Собор 14-15-е от правила. В Диаконы нерву полковолагать раньше 25-ти. В священнике раньше 30-ти. В Стоглавный Собор два параграфа заносит туда. И раньше в 21 там Никон, в 23 Авваку. Зачем? А некого ставить. А потом некому. Потому что вы туда поставили тех, которым нет времени. А что делать написано? Да будет избежен. Включите это и вы увидите какой начнется разговор. Решите на то, что сделал Ниемя. Беззаконные браки разрушить разум во всей стране. Ну на других нельзя как женились. Вы знаете. И как это кончилось? Как он это сумел сделать? А сегодня беззаконный брак. Сошлись не венчаны. Дети безбожники. И опять венчают. Венчать можно один раз при живой жене. Один. 19-ю главу считаете Матфея. Если не верен, муж или жена может развестись. Но дальше не добавляет. Пока тот не умрет, кто изменил, тогда можешь. А сегодня 12 причин нашли. Разрешается развод. И венчание, конечно. Сколько раз венчали этих пугачёвых и прочее. И за что? За деньги? Их в храм нельзя было пускать. И так ни во что ставящее малое. А всё в брак. Смерть. А если дочь священника оказалась не девственница? Казнь другая. Приведите к дому. Сложите костёр и сожгите живём. Это Бог Иегова говорит израильскому народу. Почему? Священник. Поэтому наказание намного страшнее. Итак, мы пришли сюда. Одни должны выйти другими. Мы молили Бога, чтобы вот так вот Господь 30-летие восстановления этой махонькой искорки потеряете. Сделал так, чтобы приехал наш архиерей. Как мы называем наш. Сколько мы услышали. Получили благословение. Несите это в мир и говорите. Я не могу больше вам говорить, чтобы время не затягивать. Но проверьте, что у нас малое. С чем мы не дорожили. И как мы это потеряли. Мне говорят, какой любимый порог? Я отвечаю, Еремия. Он причину нашёл и говорит, я молод. Господь говорит, иди. И не упорься, иначе я поражу тебя. И он пошёл. Детей научите в школу идти не на разврат, а для свидетельства. Я считал, как приставили там новую семью, оказался инстектантом. И он, ребёнок, буквально охватил весь склад в течение одного месяца. Учительница не знает, что говорить. Мне спрашивают, вас допрашивали, я по самому МГБ арестован был. Они вас вербовали. Говорили, вербовали. Он пока первый нас допрашивает, я уже ему свидетельствую. И поэтому у меня следователь, который вёл меня под суд. Он принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы вызывал, умер по-христиански. Бывает, человеку достаточно 10 минут поговорить с ним. И он уже пришёл ко Христу. Я вам говорю, не какие-то басни. Говорят, всем смертных грехов. Один смертный грех. Какой? Дух Святой придя, обрешит мир о грехе, о правде о суде. О грехе те, что не веруют в меня. Если ты не веришь, весь уголовный котик свисит на шее. О грехе, о правде, что иду к отцу моему. Что теперь наша жертва вознесена. Мы можем право просить и получать прощение. И третье, князь мира дьявол осужден. Не бойтесь его. Сейчас люди умирают именно от страха разной пандемии. А от неё ещё время не настало. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. 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 Рабов, пап, да, ну и мой муж.